МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели. В студии Сергей Трачанов. И вначале о главных темах последних 7 дней. Новые остановочные павильоны появились в Люберцах. На Егорьевском шоссе установили ограждения вдоль торговых объектов. Квест для молодых педагогов провели в гимназии номер 41. В России стартовала декларационная кампания. На «Звезде» открыли выставку ко дню космонавтики. 10 школ скандинавской ходьбы откроются в Подмосковье. Владимир Ружицкий приинспектировал выполнение муниципальной программы по установке остановочных павильонов. На сегодняшний день в Люберцах уже появилось 8 пунктов, на которых пассажиры в комфортных условиях могут ожидать общественный транспорт. До конца года число новых остановок в городском округе возрастет до 30. Плотность населения, колоссальная загруженность автодорог, а значит многометровые пробки, вынуждают многих жителей пересаживаться с личного транспорта на общественный. А для пенсионеров это вообще единственный способ передвижения. Для того, чтобы люди смогли в комфортных условиях ожидать автобус или маршрутное такси, в Люберцах проводят работы по установке остановочных павильонов. Понятно, что людям приходится ждать, понятно, что у нас и непогода, поэтому должны быть остановки, где человек может зайти, спрятаться от дождя, либо от ветра, либо переждать, либо подождать. В силу пробок бывает и автобусы задерживаются, поэтому у нас есть программа, мы по всей территории нашего города, округа должны установить, где-то применять автобусные остановки, где они устарели. Места, где планируется обустроить или заменить остановки, регламентируются специалистами комиссии по безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД и автоколонны 1787. Учитывается и мнение жителей, которые могут подсказать, где еще необходимы остановочные пункты. В таких местах, где идет поток жителей или поток пассажиров, там должны быть остановки. По велению времени новые остановки не только привлекательны с виду, но и выполнены из антивандальных материалов. Закаленное стекло, конечно, не лопнет от порыва ветра, но перед теми, кто не бережет общее имущество, оно порой бессильно. Зачастую, не знаю, берут то ли кувалду, то ли еще что-то в руки, и громят, и стекла выбивают. Я уже не говорю о каких-то надписях, я не говорю о каких-то наклейках. Значит, каждый должен относиться очень по-доброму, добросовестно к всему тому, что нас окружает. Потому что в квартире же не берут кувалду и не берут стекла, правильно? В квартире пытаются, чтобы был порядок. Вот мы должны попытаться вместе сообща, чтобы в городе был порядок. Хотя я не снимаю ответственность из коммунальных служб, транспортников, которые это все должны содержать. До конца года в городском округе на основных муниципальных дорогах в общей сложности будет установлено 30 новых остановочных павильонов. Ольга Щевелева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. На Егоревском шоссе установили принудительные ограждения вдоль торговых объектов. Почти все предприниматели, которые там ведут свой бизнес, не организовали должным образом подъезд к своим павильонам. Почему власти идут на такие крайние меры, узнавала наша съемочная группа. В этот день со своим самоваром с Егоревского шоссе так и не удалось уехать покупателям многих торговых точек. Подъезд к павильонам перекрыли каменными блоками. Это, конечно, не понравилось продавцам, ведь к магазинам теперь не подъедешь. Сейчас бабульки ходят, они все на кладбище идут. А вы вот в этот день приехали и начинаете это самое. А все потому, что собственники так и не оборудовали должным образом подъезды к своим павильонам. А самое главное, не согласовали их с Мосавтодором. В течение года власти неоднократно сообщали предпринимателям о необходимости этих действий. В итоге игнорирование со стороны бизнесменов закончилось для них принудительной блокировкой въезда. Таким образом будем понуждать всех предпринимателей входить в правовое поле, наводить порядок в этой части. В идеале это, конечно, наличие полосы торможения, наличие полосы разгона и парковка. Тем самым мы обезопасим и движущийся автотранспорт и, соответственно, создадим удобство для клиентов, которые спокойно остановились, вышли в магазин. Действия специально созданной комиссии вполне обоснованы, ведь Егоревское шоссе достаточно оживленная дорога. Ввиду того, что объекты торговли не оборудованы парковками, образуются пробки. Количество аварий вдоль павильонов постоянно растет. В комиссию вошли представители администрации городского округа Люберцы, представители совета депутатов городского округа, общественные организации, такие как молодежное движение «Молодая гвардия». Также вошли представители ДЭПа, ГИБДД и, конечно же, МОЗ «Автодора». Кстати, сотрудники МОЗ «Автодора» сейчас на данной территории предлагают собственникам тех объектов, которые сейчас огораживаются, в помощь в решении сложившейся ситуации. Егоревское шоссе давно славится своими нарушениями в части торговли. На данный момент почти все павильоны на этой трассе не соответствуют необходимым требованиям. Специальная комиссия и дальше продолжит принудительно блокировать въезды к торговым точкам нарушителей до тех пор, пока они не согласуют их с МОЗ «Автодором». Анна Троян, Дмитрий Родзенко, телеканал ЛРТ. В Томилине почтили память сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей 11 апреля 1997 года. Александр Галдин и Михаил Трошин работали в патрульно-постовой службе и были хладнокровно расстреляны чеченским террористом, когда пытались его задержать. Впоследствии убийцу нашли, он пристал перед судом и понес заслуженное наказание. А на территории Томилинского отдела полиции установили памятник погибшим бойцам. Каждый год к его подножью сослуживцы и жители несут цветы. Первый за этот апрель по-настоящему теплый день сотрудники Томилинского отделения полиции собрались вместе на торжественное построение, чтобы почтить память прапорщика милиции Галдина Александра и сержанта милиции Трошина Николая. Ровно 20 лет назад, в этот день, 11 апреля, патрулируя улицы поселка, они решили проверить двух подозрительных мужчин. И после того, как приняли решение задержать неизвестных, один из них оказал сопротивление сотрудникам. Угрожая огнестрельным оружием, вывез их на радиополе, где впоследствии расстрелял. Эти люди погибли на тот момент, будучи при исполнении, и свой долг они исполняли до конца своей жизни. Это мероприятие необходимо, чтобы нынешнее поколение помнило, знало, какой ценой мы сегодня, скажем, продолжаем эту традицию, эту работу. Святык Стелли возложил каждый из присутствующих порядка 20 работников полиции, в том числе и Сергей Разгуляев, заместитель начальника УВД. В 1997 году он работал в Томилинах и помнит своих коллег. И то самое 11 апреля. По минутам буквально таки помню тот день, когда простой, практически тоже апрельский рабочий день. В тот день у нас здесь проводился спортдень, предложил им съездить на спортдень, но люди сказали, что вот уже не успевают, соответственно, будут переодеваться и искупать простую. Из этого дежурства домой к жене и детям сотрудники Томилинского отделения полиции уже не вернулись. Сыну Трошина Николая на тот момент было 11 лет. Сейчас он тоже работает в органах и несет службу, достойную памяти своего отца. Спасибо всем сотрудникам, коллегам, которые помнят, не забывают. Всегда никогда в беде нас не оставляли, когда я еще маленький был. Всегда помогали. Сергей Владимирович, который приезжал непосредственно, всегда помогал. Это люди с каким-то богатым жизненным чувством, отношением. И, конечно, хотели жить. Никто даже не понимал, что это произойдет. Поэтому до последнего казалось бы, что люди просто вышли на работу и дальше вернутся домой. Но вот такой трагический случай просто прервал жизнь двоих прекрасных молодых граждан. Прошло 20 лет. Милиция уже давно переименована в полицию. Но прапорщик Александр Галдин и сержант Николай Трошин навсегда останутся в памяти своих коллег, как пример мужества и профессионализма. Любовь Горчакова, Петр Пономаренко, Томилина ТВ. Учителя – те же дети. Главное дать им возможность ощутить это прекрасное чувство. В Люберинской гимназии номер 41 для молодых педагогов провели развлекательную познавательную игру «Квест Форт 41». Педагоги должны идти в ногу со временем. Так решили в гимназии номер 41 и устроили для молодых учителей увлекательную живую игру «Квест Форт 41». Причем постарались привлечь к состязанию не только своих преподавателей, но и коллег из других школ. На призыв откликнулась молодежь из 5-й гимназии и 42-го лицея. Организаторы «Квеста» постарались придать ему определенный смысл. Мы привыкли к классическим педсоветам, когда все находятся в кабинетах, в крайнем делятся на группы, прорабатывают какие-то вопросы. Сегодня мы хотим поработать именно с молодыми педагогами в таком необычном формате, как «Квест Форт 41». Итак, участники разделились на две команды, получили задания. Как и во французском аналоге игры, им необходимо было в первую очередь отгадать загадку, чтобы проследовать по заданному маршруту. Пометуя о том, что в здоровом теле здоровый дух, на старте педагогов ждала спортивная разминка. Бег по залу, броски в баскетбольное кольцо, а затем состязания в логике мышления, сообразительности и даже в театральном мастерстве. Как, например, на этапе «Исторический крокодил». Педагогам своей мимикой и выразительными жестами необходимо было помочь своему товарищу по команде отгадать загаданное слово. Ещё более сложное задание ждало игроков в кабинете физики. Попробуйте на время, когда каждая секунда дорога доказать. Он скорее длинный, чем тёмный. Каверзные вопросы ждали участников квеста и в кабинете завучей, и у директора гимназии. Впрочем, трудности не смущали молодых учителей. Весело, с задором они передвигались по маршруту, получая от игры лишь удовольствие и положительные эмоции. Очень хорошо, когда педагоги собираются, когда веселятся, когда есть возможность познакомиться, потому что у нас практически никогда её не бывает. Если проходят семинары, то каждый либо даёт урок, либо занят своим делом непосредственно, так, чтобы вместе собраться, побегать и пошутить, и показать, кто во что гораст. Потом это некий стресс, всё равно человек участвует, он боится, он не хочет подвести команду. В процессе прохождения маршрута за успешное выполнение задания игроки получали заветный ключик. У какой команды их набралось больше, та и победила. Приз, медали и памятные дипломы. Впрочем, награды получили все участники квеста. А хорошее начинание гимназии номер 41 решено было развивать и в будущем. Ольга Щевелёва, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. 12 апреля в нашей стране отмечается День авиации и космонавтики. В преддверии праздника у памятника Юрию Гагарину, который установлен в центре города у стен Люберецкого техникума, где в своё время учился первый космонавт планеты, прошёл торжественный митинг. В нём приняли участие Владимир Ружицкий, руководители учебного заведения, а также учащиеся техникума. Он сказал, поехали, он смахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронёсся над землёй. «Поехали» — это слово Юрия Гагарина перед стартом космического корабля мгновенно стало знаменитым. А сам полёт открыл новую эру в развитии космонавтики. 12 апреля вспомнить первого космонавта планеты на площади около Люберецкого техникума по традиции собрались жители и гости нашего города. «И я абсолютно убеждён, что в будущем именно Люберецкая земля даст и космонавтов, и учёных, и просто добрых, хороших и великих людей. Поэтому и примите самое доброе, искреннее пожелание, поздравления». Торжественное мероприятие посетила и Инна Капец, 15-кратная рекордсменка мира по полётам на вертолётах, почётный гражданин города Люберце. «И этот день, когда мы всему миру показали, что мы есть мы, и с нами надо считаться, и наш Юрий Алексеевич Гагарин первый вышел в космос. А это ведь что? И экономика, и наука, и, как говорится, руки, и, про я вам скажу, и мозги». Ученики школы «Орбита» с юных лет знают, кто такой Юрий Гагарин и чтут память о нём и о его великом подвиге. «Он мужеством отчизны наделён, он бросил неизведанному вызов. Никто и никогда ещё, как он, вдруг всей Земле не становился близок». Завершили торжественное мероприятие возложением цветов к памятнику Юрию Гагарину, человеку, первому в истории Земли, покорившему просторы Вселенной. Алина Серзединова, Ольга Щевелёва, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Сохранить для грядущих поколений память о человеке, первом покорившем просторы Вселенной. Именно такое предназначение Музея Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Юрия Гагарина. Его экспозиция начала создаваться сразу после полёта Юрия Алексеевича в космос. И сегодня музей представляет собой уникальное собрание фотографий, документов, ценнейших вещей, подаренных лично Гагарина. О сегодняшнем дне музея узнаете из сюжета нашего корреспондента. Евгения Быкова, одна из создателей и бессменная хранительница музея, работает в Люберецком техникуме более 50 лет. Она до сих пор с волнением вспоминает день, когда выпускник тогда ещё ремесленного училища Юрий Гагарин полетел в космос. Именно после этого знаменательного события и начал создаваться музей, который сегодня носит имя Юрия Гагарина. Сначала мы создали небольшую такую комнату музея. И когда Юрий Алексеевич Гагарин 30 сентября 1965 года приехал к нам в своё родное училище, встретился с учащимися, с сотрудниками. И, конечно, посетил вот этот музей, который мы уже создали. Ему понравился музей. Он единственное только сказал, «А у вас очень мало космического в вашем музее. Я вам подарю». И он подарил вот свой тренировочный костюм-скафандр. Точно в таком костюме он летал в космос, а в этом костюме он тренировался на Земле. С годами экспозиция музея пополнялась. Сюда, после трагической гибели Гагарина в марте 1968 года, начали приезжать его товарищи из отряда космонавтов. Они привозили в дар музею предметы, связанные с космосом, книги и документы. И всё же самое уникальное в музее – это вещи, связанные с самим Юрием Алексеевичем. Конечно, самый ценный экспонат, я считаю, что это вот эта парта, за которой сидел Юрий Алексеевич Гагарин с 1949 по 1951 годы и учился по специальности формовщик-личейщик. У нас есть также очень уникальная вещь. Это когда к нам приезжала Анна Тимофеевна Гагарина, то она подарила личную фуражку Юрия Алексеевича Гагарина в дар нашему музею. Бесценная реликвия музейной экспозиции «Сто», который в 1949 году стоял в кабинете директора училища, и за которым Гагарин писал заявление о приёме на учёбу. В архиве Люберецкого техникума хранятся, а в музее представлены копии документов, поимённые книги, в которой есть записи о Гагарине, табели его успеваемости, приказов, фотографии тех лет, с которых на нас смотрит тогда ещё никому неизвестный парень Юра Гагарин. Музей – это часть жизни Люберецкого техникума. Есть и другая. Мы ездим в город Гагарин, бывший к Жацке, где посещаем Мемориальный музей Юрия Алексеевича Гагарина, встречаемся с племянницей Юрия Алексеевича Гагариной, Филатовой Тамарой Дмитриевной, которая очень интересно рассказывает о Юрии Алексеевиче Гагарине. И, конечно, ежегодно ездим на место гибели Юрия Алексеевича Гагарина. Память о знаменитом выпускнике живёт в стенах техникума. С 1971 года здесь создано Гагаринское движение. И в этом одну из главных ролей сыграл музей Гагарина. Ко мне приходят, пишут такие отзывы. Они так вот благодарны, что у нас создан вот такой замечательный музей, который действительно вот учит молодёжь патриотизму, способствует улучшению успеваемости, дисциплины, поведению. Люберецкий техникум – единственное в России учебное заведение, награждённое золотой медалью Советского фонда мира. В витрине музея хранится удостоверение «Почётный гражданин города Люберцы под номером 1, выданное Юрию Гагарину». А это значит, что он всегда будет с нами, в нашей памяти и наших сердцах. Ольга Щевелёва, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. На «Звезде» открыли выставку «Ко дню космонавтики». Экспозиция представляет собой уникальную коллекцию отечественных открытых 60-70-х годов, посвящённых истории космонавтики. В этот же день на предприятии состоялась презентация книги «Полвека со звездой». Её автор – заслуженный конструктор, ветеран авиационной промышленности Пётр Соболев. Белка и стрелка, улыбка Гагарина, которую видел весь мир, портреты выдающихся физиков и астрономов. В этой уникальной коллекции открыток рассказана вся история мировой космонавтики. Не без гордости, что мы были первые, кто преодолел земное притяжение. Собрать такую коллекцию достаточно сложно. Ещё сложнее показывать те люди. И удивительно, но в наше время денег, доходы. Есть люди, которые стараются это делать. Приобретённая военно-промышленным предприятием «Кампа» коллекция кочует по стране. Разместить её в любом культурном центре можно абсолютно бесплатно. Коллекция собиралась несколько лет. Собиралась она при помощи Всероссийской ассоциации филокартистов. Филокартисты – это люди, которые коллекционируют открытки. И в конце концов удалось собрать такой комплект. Чтобы взрослые не забывали своё прошлое, а дети знали историю. Так объясняют авторы проекта своё желание показывать открытки. Публика встречает выставку на ура. Вот, например, Мария Коршунова. Сама инженер-конструктор. Её направление как раз космос. Я считаю, что, конечно, эта коллекция представляет огромную ценность, потому что у самих были такие открытки дома. И когда их снова видишь, сразу получаешь такие приятные эмоции и воспоминания какие-то о старых временах. Ещё один повод вспомнить прошлое на предприятии «Звезда» – презентация мемуаров ветерана авиации заслуженного конструктора Российской Федерации Петра Соболева. Более полувека он посвятил разработке средств спасения экипажей летательных аппаратов. Эта книжка – это воспоминания о тех людях, которые были первыми создателями этой авиационно-космической техники. Это воспоминания о том, какие этапы прошёл завод, создавая эту технику. Начиная с первых образцов и заканчивая последними моделями этих изделий. Презентация книги воспоминаний совпала с днём рождения автора. Поздравить Петра Соболева пришли коллеги, в том числе и знаменитые испытатели – Игорь Тарелкин и Владимир Северин. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся ежегодный марафон среди педагогов дополнительного образования Московской области. Очный этап соревнования прошёл на базе лицея номер 40 в городе Люберцы. Учителя из 30 муниципальных образований Подмосковья представили новаторские программы развития и обучения детей разных возрастов. Марафон среди педагогов дополнительного образования проходит в два этапа. На заочном специальная комиссия отбирает программы, которые были направлены на конкурс. В них оценивается оформление, креативность и, самое главное, оригинальность идеи. Марафон предполагает разные формы. То есть педагоги могут проводить открытые занятия с учащимися, могут проводить мастер-классы, участниками которых будут другие педагоги, и также методические мастерские, где участники также другие педагоги. В этом году участники мероприятия говорили о применении современных образовательных технологий в дополнительном образовании. На встрече педагоги обсудили самые разные сферы обучения детей. Стандартное школьное образование, музыкальные и спортивные занятия, деловые и семейные игры, а также уроки изо среди младших школьников. Так педагог Дома детского творчества из Можайска рассказала об интересном методе в обучении рисованию. Она предлагает использовать для этого старую китайскую технику – сё-и. Вообще эта техника уникальна, почему я её использую, хотя она вроде бы такого далёкого и древнего происхождения, потому что она очень хорошо ставит руку, она хорошо позволяет детям потом чувствовать кисть, и это им потом помогает на занятиях, в том числе даже академической живописью. В переводе этот стиль называется «грубая кисть». Рисунок наносится четырьмя-пятью штрихами и действительно позволяет начинающему художнику поверить в свои силы и освоить начальные азы изобразительного искусства. На открытом уроке присутствовали не только школьники, которые усердно старались изобразить бамбук, но и педагоги, которые в течение урока обменивались опытом и совершенствовали свои профессиональные навыки. Таким образом можно смело утверждать, что цель марафона была достигнута. Кристина Моносорян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Десять школ скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой откроются в Подмосковье этим летом. Одна из них будет работать в Люберцах. Занятия будут проходить бесплатно в течение трех месяцев по три раза в неделю. И что самое главное, под контролем инструкторов-эндокринологов. До конца июня на территории Московской области планируют открыть десять школ скандинавской ходьбы под руководством Ирины Слуцкой. В начале апреля в Дмитриеве была проведена учеба по повышению квалификации для врачей и инструкторов, которые будут учить пожилых людей, как правильно заниматься ходьбой, чтобы не навредить здоровью, а напротив, максимально увеличить пользу от подобных спортивных занятий. То, что скандинавская ходьба приносит здоровье, уже никем не оспаривается. Свежий воздух, общение, движение – это те составляющие, которые помогают в профилактике различных заболеваний, в том числе и сахарного диабета. Со временем подобные оздоровительные курсы появятся во всех городах Подмосковья. Алина Серзидинова, телеканал ЛРТ. В администрации прошло совещание, посвященное вопросам безопасности дорожного движения и теме загруженности дорог областного и муниципального подчинения. Последняя проблема стоит на повестке дня уже давно. Кардинально решить ее в условиях постоянного увеличения количества автотранспорта сложно. И тем не менее, работа идет. На совещании Владимир Ружицкий выслушал ряд конкретных предложений, которые, возможно, смогут дать люберцам и местным жителям вздохнуть свободно. В начале совещания речь пошла об обеспечении безопасности дорожного движения около детских и общеобразовательных учреждений. Как отметил начальник отдела ГИБДД Илья Атаманов, в целом эта проблема в городском округе решается своевременно и в соответствии с установленными требованиями. Однако остается ряд школ, где этому вопросу нужно уделить дополнительное внимание. Затем была затронута тема, которая волнует всех жителей Люберецкого округа – загруженность основных автодорог. Необходимо определиться с организацией движения. На центральном перекрестке есть мнение организовать одностороннее движение, кроме общественного транспорта, на участке от Повковской площади до центрального перекрестка, потому что у нас общественный транспорт выходить не может. Но для этого мы делаем одностороннее движение на улице Волгонской в сторону тоннеля. Тоннель мы тоже завязываем в одну сторону. Если по тоннелю пустить транспорт только с южной стороны города на северную, то автоматически рождаются решения, ведущие к перераспределению нагрузки на Комсомольском проспекте и съезде со стакады. Если мы сделаем съезд с новой стакады, поворот налево, это возможно, если у нас два пешеходных перехода с интервалом на 50 метров. Тот, который в створе Макдональдса, мы убираем, оставляем тот, который напротив под осинок, делаем перильное ограждение, чтобы исключить брожение людей. Это также позволит уменьшить поток машин на повороте на улицу Власова. Чтобы разгрузить улицу Кирова, было предложено на некоторых участках, расположенных вблизи от нее, организовать круговое одностороннее движение. Крайне проблемные дороги – это Егорьевское и Зенинское шоссе. Ситуация там усугубляется и бурным жилищным строительством. По каждому вот этому шоссе должны быть схемы какие-то, чтобы мы могли вывести сюда на монитор, с ними обсудить, обговорить, чтобы у них это дело улеглось под протокол. А дальше ставим задачу, потому что они будут привлекать какую-то специализированную организацию для проектирования. Перед руководством муниципалитета стоит одна задача – разрубить узел трех шоссе, тем самым сделать транспортную сеть свободнее. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Во время весенних праздников сотрудники правоохранительных органов будут нести усиленную службу. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. Апрель и май – это месяцы, насыщенные праздниками и массовыми мероприятиями. Пасха, Красная Горка, а затем Первое мая и День Победы. Для того, чтобы весенние праздники прошли спокойно и обошлись без ЧП, Люберецкая полиция перейдёт на усиленный режим работы. Большинство личного состава задействовано на все эти мероприятия для того, чтобы не допустить нарушений и экстремистской направленности, и террористической направленности. Совместно, я думаю, выйдут и дружинники, выйдут и депутаты, которые вновь выизбраны. И с населением будем наводить порядок, чтобы не допустить нарушения охраны общественного порядка. Евгений Романцев также напомнил, что и самим жителям во время массовых праздников стоит быть осторожными и не забывать о правилах безопасности. При обнаружении подозрительных предметов или возникновении нештатных ситуаций нужно незамедлительно обращаться в полицию. Звонить можно по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Луиза Игиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В преддверии праздника Светлой Пасхи депутаты по третьему избирательному округу Дмитрий Кристинин, Дмитрий Сухов и Алексей Симоненко посетили территориальное общество инвалидов, советов ветеранов, а также социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. На встрече депутаты поздравили ветеранов и молодежь с наступающим праздником и вручили каждому пасхальный кулич. Встреча депутата Кристинина с территориальным обществом инвалидов проходит регулярно. Поздравления старшего поколения с главным праздником всех православных. Пасхой давно стала традицией. В этом году небольшой подарок в виде главного пасхального блюда. Кулича получили больше трехсот инвалидов и ветеранов города Люберцы. И сегодня очередной раз, уже девятый, мы с вами будем отмечать этот прекрасный праздник. От души я вас поздравляю с наступающим Светлым Христовым воскресеньем. Пусть в ваших семьях будет мир, любовь, Божья благодать. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам за все. А вот встреча с подрастающим поколением проходит не так давно. Социальный реабилитационный центр был открыт в Люберцах в 2015 году. На сегодняшний день это, пожалуй, главное учреждение, которое занимается реабилитацией детей с ограниченными умственными и физическими возможностями. Только с января этого года помощь получили 63 ребёнка. Дети здесь получают полный курс реабилитации с использованием нетрадиционных методик. Здесь используется сказкотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, имаготерапия, театр-терапия. Всё это только в пользу ребёнка, у которого проблемы речевого развития, поведенческие какие-то проблемы, отклонения какие-то в умственном развитии. Депутат Дмитрий Кристинин рассказал воспитанникам центра об истории праздника и его традициях. Приятным завершением мероприятия стало вручение куличей и увлекательный мастер-класс. Ребята смастерили весёлые пасхальные яйца. Этот урок стал не только очередной развивающей терапией для ребят, но и приобщил их к культуре этого праздника. Это маленькая толика, что мы можем сделать. Вы видите, что воспринимается... Мы же идём с доброй душой на такое мероприятие. Соответственно, так же это и воспринимается. Это тот маленький жест, который мы как-то можем поддержать. Эти семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. Тех наших людей, старшего поколения, которые для нас являются символом, наставниками той эпохи, благодаря которой мы сейчас живём. Всего депутаты третьего округа планируют раздать около 400 куличей. Именно при помощи таких мероприятий налаживается связь между властью и обществом. Кристина Манасарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В России стартовала традиционная декларационная кампания. Физическим лицам необходимо отчитаться о полученных доходах до 2 мая текущего года. На этот раз декларационная кампания имеет ряд особенностей. Каких именно, узнаете в нашем сюжете. С этого года физическим лицам, получившим доход от продажи недвижимого имущества, приобретённого в 2016 году, придётся рассчитывать налоги по новым правилам. В этом случае НДФЛ будет зависеть от суммы кадастровой стоимости проданного объекта. Если вы имущество продали по цене ниже 70% стоимости кадастровой объекта, то налоговый орган имеет право доначислить налог вам и, соответственно, исчислить сумму штрафных санкций и пени. Для чего это сделано? Для того, чтобы сделки купли-продажи, которые физлицы осуществляют, были реальными, а не рисованные цены были в договорах. Кроме того, если гражданин приобрёл имущество в 2016 году и реализовал его, то период времени, на который не распространяется льгота, будет составлять пять лет вместо трёх. Любой доход, с которого не был удержан налог, необходимо задекларировать до 2 мая. А заплатить необходимую сумму нужно не позднее 17 июля текущего года. Сегодня у нас разработан целый комплекс мер для того, чтобы неблагонадёжных декларантов, наших потенциальных декларантов привлечь к ответственности, будь то не только налоговая, но и административная. Сумма штрафа не должна превышать 30% от суммы исчисленного налога. В случае, если налог по декларации был уплачен своевременно, то штраф составляет минимальную сумму 1000 рублей. Дни открытых дверей в налоговой службе пройдут 14 и 15 апреля. Сотрудники инспекции не только будут проводить консультации, но и оказывать помощь в заполнении декларации. Луиза Егезерян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В библиотеке Есенина состоялось сразу несколько творческих мероприятий. Известный люберецкий живописец Виктор Марков представил свою вторую юбилейную выставку, посвященную Году экологии. А молодой поэт Алексей Гушан в свою очередь презентовал книгу своих стихов. Редкое явление в Есенинской библиотеке. Сразу два гостя – презентация книги и выставка картин. На первый взгляд ничего общего. Молодой поэт из Ленинградской области и уже опытный художник и литератор, знакомый, пожалуй, каждому люберчанину. Однако, присматриваясь к картинам Виктора Маркова и слушая стихи Алексея Гушана, понимаешь, как же похожи творческие направления этих мастеров. В своих произведениях оба опираются на воспоминания с детства. Говорят о деревне, простых людях и тех мелочах, из которых и состоит вся наша жизнь. Все чудеса, которые нам открывают художники, поэты, музыканты, они существуют рядом с нами. Просто мы настолько торопимся всегда, настолько мы считаем себя очень занятыми и занятыми более важными вещами, что мы просто проходим мимо той радости, того счастья, которое нам даровано на земле. Молодой поэт Алексей Гушан начал писать в 15 лет. Его всегда привлекали авторы, не забывающие свою малую родину. Валентин Распутин, Василий Шукшин. Вот и в своей книге «Любуюсь жизнью» молодой поэт пишет о деревне, маленьких людях и их заботах, которые непонятно, не видны жителям больших городов. Деревенская тема, она мне очень близка, и вот в этой книге она, в принципе, представлена. То есть не стоит ни одно село без праведников. И именно вот об этих тихих людях, в принципе, и написано в моей книге. Пожалуй, о том же пишет Виктор Марков. Только не на бумаге, а на холсте. Его выставка «Снова весна» тоже рассказывает нам о простой жизни, красоте сельских пейзажей и окружающей нас природы. Я сам родом из Дальнего Подмосковья, из сельской местности, из деревни. И мои корни там, и я это более тонко чувствую. Это, видимо, идёт от корней, понимаете, от органики, которая присутствует внутри. Но главное в творчестве гостей Есенинки – умение замечать прекрасное везде. Несмотря на проблемы, политику, препятствия, они видят красоту повсюду, в самой жизни. Гляжу вокруг, всё вроде как всегда. Вот рыжий кот пригрелся на заборе, вот ребятня играет у пруда. И бабка Нюра в дедовой фуфайке встречать теплынь выходит на крыльцо. Не стану слушать про плохое байки, а повернусь к хорошему лицу. Кристина Моносорян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Безбарьерная среда для всех. В Люберцах продолжается работа по созданию благоприятных условий для граждан с ограниченными возможностями. Накануне местным управлением социальной защиты населения был организован рейд по парковочным местам для инвалидов. Проверочные рейды возле объектов социальной инфраструктуры проходят в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов, который отмечается 5 мая. Представители ГИБДД совместно с сотрудниками соцзащиты проверили наличие и использование по назначению парковочных мест для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Акция проходит уже пятый год подряд по инициативе Министерства социального развития Московской области. Федеральным законом 181-м о социальной защите инвалидов предусмотрено, что возле каждого объекта на каждой парковке должно быть выделено не менее 10% парковочных мест для инвалидов от общего количества мест. Но кроме наличия машиномест, важно, чтобы их не занимали те, кому это не положено. Возле налоговой инспекции на территории торгово-развлекательных центров нарушителей не оказалось. А на парковочной площадке около местной администрации участники рейда выявили пять автомобилей, незаконно занимающих места для инвалидов. Транспортные средства эвакуировали на штрафстоянку. Парковка в неположенном месте обойдётся владельцам авто в 9,5 тысяч рублей. Эту работу специальная комиссия будет проводить до 4 мая. Луиза Егезарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Стартовал второй этап формирования общественной палаты городского округа Люберцы. На первом этапе было принято 134 комплекта документов. Теперь начались обсуждения кандидатов. Второй этап завершится голосованием. Приём документов в общественную палату городского округа Люберцы завершился 7 апреля. Теперь до 30 числа проходят обсуждения выдвинутых кандидатов на общих собраниях. Во время этого этапа каждый, кто изъявил желание стать общественником, может рассказать о своей программе и представить самого себя. Меня зовут Павел Николаевич Евсиков. Мне 41 год. В Люберцах я проживаю с 2007 года. Работаю совсем недалеко. А во дворце детского и юношеского творчества один из создателей и руководителей детской эстрадно-вокальной студии «Оранжевое небо». Именно за эту студию в прошлом году я стал лауреатом государственной премии, точнее говоря, губернаторской премии нашей Подмосковья. Всего в общественную палату будут избраны 45 человек. Кандидаты должны иметь российское гражданство, постоянно проживать в городском округе Люберцы, быть беспартийными и совершеннолетними. И, конечно, любить общественную деятельность. Я избрала такой жизненный путь, служить людям. Это не просто так говорю, это моя внутренняя позиция. Мне нужна многозадачность по жизни, поэтому я всегда себя помимо профессиональной деятельности ищу, и всегда беру какие-то общественные нагрузки, потому что для меня это важно. 22 апреля 2017 года будет проведен единый день голосования за кандидатов, а в рамках третьего этапа состоятся отбор и утверждения членов общественных палат советами депутатов, губернатором Подмосковья и общественной палатой Московской области. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Более 45 тысяч саженцев сосны посадят в городском округе Люберцы в рамках областной акции «Лес Победы». Мероприятие пройдет 29 апреля во всех муниципалитетах Подмосковья. На местах проведения акции традиционно организуют развлекательную программу, полевую кухню и медицинское сопровождение. Во время проведения акции «Лес Победы» будет организована централизованная доставка ее участников на места высадки деревьев. Для этого в городском округе Люберцы выделят 12 автобусов повышенной вместимости. Мероприятие стартует 29 апреля в 11 утра. Его главной площадкой станет участок Томилинского лесничества вблизи микрорайона «Мирный». Параллельно с работой на лесном участке в этот день декоративные деревья и кустарники высадят и на городских территориях. Общая площадь озеленения составит около трех гектаров. Кроме того, в рамках проведения акции «Лес Победы» в городском округе будет сделан акцент на высадку пяти тематических аллей из декоративно-лиственных деревьев. Всех участников лесовосстановительных работ обеспечит необходимым инструментом, а также накидками, бейсболками и футболками с логотипом акции. Планируется, что в ней примут участие 2500 человек, которые высадят более 45 тысяч молодых деревьев. МЧС России предупреждает не торопиться менять резину на своем автомобиле. Во связи с резкими переменами температуры воздуха на дорогах образуется невидимый глазу гололед, наехав на который, летняя резина теряет контакт с дорогой. Подробности в материале нашего корреспондента. Весной капризы погоды дают о себе знать. Резкая смена температур не только влияет на здоровье метеозависимых людей, но и увеличивает риск возникновения аварий. Сцепление резины с дорогой уменьшается. Перед автолюбителями встает серьезный вопрос – менять зимние колеса на летние или повременить с таким смелым решением. Точных советчиков здесь нет. Положиться можно только на свой опыт и погодные условия. Специалисты автосервисов рекомендуют подождать, пока среднесуточная температура установит отметку 7 градусов выше нуля. Такую цифру считают оптимальной для смены зимы на лето. Надо учитывать, какая резина стоит, потому что если человек, водитель транспортного средства пользуется шипами, то, конечно, в сухую погоду нежелательно ставить шипы. Это вредит и дорожному покрытию, и также шинам. Можно пораньше заблаговременно переобуться, дабы не попасть в очередь в пик переобувки. Если же вы решили заняться заменой колес самостоятельно, то здесь также эксперты советуют не торопиться. Нужно тщательно проверить сохранность сезонной резины. Но есть и такие автовладельцы, которых изменчивая температура не испугала. И своих железных коней они уже переобули. Не думаю, всегда в середине апреля перебываются. Вы успели переобуть уже резину на летние? Да. Вы не думаете, что поспешили? Ведь такие погодные условия переменчивы. Сегодня так, завтра так? Да, переменчивы. Но мы сменили давно, потому что нам далеко ездить не надо пока. Такой рядовой на первый взгляд шаг смены автомобильной резины на самом деле требует внимания. Ведь от этого напрямую зависит безопасность на дороге. Поторопившись переобуть свою машину, можно поплатиться здоровьем и даже жизнью. Анна Троян, Алина Сирозидинова и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Юная либерчанка Полина Симонова стала участницей детского телевизионного шоу «Талантов» лучше всех. В свои три года девочка уже умеет готовить сложные блюда. Максима Галкина, она угощала пюре и котлетами. Наша съемочная группа отправилась к ней в гости на шарлотку. Полина Симонова – обычная трехлетняя девочка. После детского сада любит играть во дворе на детской площадке. Она веселая, активная и очень самостоятельная. Предпочитает катать на карусели маму, а не наоборот. С нашим оператором Полина быстро подружилась, играли в догонялки. После того, как в эфир Первого канала вышел выпуск программы «Лучше всех» с участием юной либерчанки, Полина стала знаменитостью. Видео, в котором девочка приняла телевизионный кран за динозавра, набирает тысячу просмотров. Ну а то, что она с легкостью приготовила в студии котлеты и салат оливье, поразило всю страну. Три года я могу готовить. Для нас Полина Симонова захотела приготовить шарлотку. Дома на кухне все, как у настоящей хозяйки. Она профессионально разбивает яйца и поет песню для настроения. На синему морю, землю на земле, правую я на белом своем корабле. Далее добавляет сахар, сметану и замешивает тесто. Готовить Полине нравится еще и потому, что всегда можно чего-нибудь попробовать. Умеет малышка обращаться и с миксером. Конечно, иногда подсказывает мама. Там сахар еще чувствуется? Да. Тогда еще взбивай. Конечно, она не каждый день у меня на кухне, а то, может быть, страна сейчас будет думать, что нам кашеварит бедный ребенок. Все от настроения. То есть, бывает, я забираю ее с сада, и она сама у меня спрашивает, что мы будем сегодня готовить. В то, что Полина попадет в шоу лучше всех, даже и не думали, рассказывают в семье Симоновых. Всегда считали, что телевидение – это платно. Друзья и родственники уговорили заполнить анкету. Скажи, когда остановиться. Остановились. Так Полина накормила Максима Галкина. Конечно, она понимает, что она была в телевизоре, она же себя видела. Она рассказывает в садике. То есть, она знает, кто такой Максим Галкин, что это не просто дядя из соседнего двора. Максим, Максим вообще все просил. Кулинария – не единственное увлечение Полины Симоновой. Вместе с мамой она рисует, осваивает разные техники рукоделия, а еще занимается бальными танцами. И у нее уже очень много наград. Удивительно, но самый юный повар страны дает всем такой совет. Не надо много есть. Но если это яблочный пирог, приготовленный по рецепту Полины Симоновой, можно сделать исключение. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Социальные сети – вред или польза? 10 апреля в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях. Как к этому относятся люберчане, мы узнали в рамках нашей рубрики «Свободный микрофон». Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях. Мы узнали, а что думают по этому поводу люберчане. Что зарегистрироваться, сами знаете, может любой посредством интернет. Ну а зачем несовершеннолетнему лазить куда-то там, непонятные сайты и так далее. Известная шумиха, да, везде вот эти игры там, бегают перед машинами, я не знаю, и все такое, что связано с аналогами. Я считаю это совершенно правильно, потому что сейчас полное безумие, что творится. Считаю, это нужно сделать. Лично я за, потому что сейчас подростки слишком рано взрослеют. То есть они начинают употреблять алкоголь, курить, наркотики, вести беспорядочную половую жизнь. Плюс эти игры типа «Синий кит» и это только разрушает их психику. Наверное, так и нужно сделать правильно. Потому что сейчас всякие вот эти опасные какие-то сайты появились, которые дети кончаются убийством, вот эти. Так как родители не могут, может быть, и так можно решить проблему. Надо, чтобы родители контролировали то, что дети смотрят, а ограничивать общение нельзя. Я думаю, что это бред. Подросткам нельзя это запрещать. Потому что они из этого черпают все об окружающем мире. Ну, во-первых, им не запретить, я так думаю. И, ну не знаю, может быть, как-то можно следить за качеством социальных сетей. Я считаю, что нужно сделать какие-то ограничения или какую-то отдельную детскую социальную сеть. Это было бы разумно. И там, ну, допустим, какие-то материалы недопустимые до определенного возраста нельзя было просматривать и прослушивать. А совсем ограничить пользование там социальными сетями, мне кажется, что это не получится сделать. Ну, точнее, ну, нельзя лишать даже ребенка права общаться. Я думаю, что не надо запрещать. Почему? Ну, блин, это же прикольные соцсети. Интересно. А что изменит? Если вы имеете в виду вот эти вот сайты с самоубийствами и всем остальным, ну, вы же понимаете, что это не остановит. Я могу, будучи подростком, я залезу в компьютеры папы и мамы и могу все равно туда попасть. Желание – тысяча возможностей, не желание – тысяча причин. Мнения люберчан разделились. Некоторые полагают, что социальные сети – это зло и поддерживают законопроект Виталия Милонова, а другие полагают, что ответственность за поступки и поведение детей лежит только на их родителях. Кто из них окажется прав, покажет время. Кристина Моносорян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Такое мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберца есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Дорогие друзья, подписывайтесь. Ну а пока я, Сергей Трачанов, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин